Всем привет! С вами Мисс Райт и это выпуск Дорамных новостей. Перед просмотром, пожалуйста, включите VPN, этим вы поможете росту и продвижению канала. Поехали! Недавно были опубликованы кадры с персонажами Дорамы История Хуа Чжи. Главные роли исполняют актеры Хуи Тянь и Джан Цзинь И. Для актрисы это первая костюмированная Дорама в карьере. Дорама основана на романе автора Кон Лю. Создатели заявляют, что это версия смелой Мулан, если бы она вместо поля боя попала в перебитие делового мира. Слоган сериала гласит «Женская легенда – Мулан в деловом мире». Хуа Чжи – дочь богатого семейства, которая верила, что будет жить обеспеченной и спокойной жизнью. Она и подумать не могла, что их семью постигнет беда, отца и брата по приказу императора заключат под стражу, а всех остальных отправят за границу влачить жалкое существование. Чтобы спасти семью, Хуа Чжи открывает свой бизнес и всеми силами поддерживает заключенных отца и брата, направляя им в него любящие деньги. Генерал Гу Янь Се восхищен Хуа Чжи. Он отправляется к ней на задворки империи, чтобы поддержать ее. Он готов пойти против императора ради возлюбленной. Премьера запланирована на следующий год. Телеведущий Шин Дон Йоп покидает СМ через 11 лет после того, как подписал контракт с развлекательным лейблом в 2012 году. Решение было принято по обоюдному согласию с Шин Дон Йопом, нынешний контракт которого истекает в этом году. Источники сообщают, что в настоящее время телеведущий хочет создать собственный лейбл для своей будущей работы. Шин Дон Йоп является ведущим таких развлекательных программ, как My Little Old Boy, Immortal Song, Amazing Saturday, Dorymy Market, TV Animal Farm и других. Премьера дорама-баллада «Нефритовой кости» состоялась в начале июля. Это самый ожидаемый проект еще с прошлого лета. Главные роли исполнили Сяо Чжань и Жэнь Минь. В основе сюжета непростая история о любви принцессы Чжу Янь из клана Чи и ее учителя Ши Ина, который на самом деле является сыном императора Кун Сана. Дорама с первых же серий захватила внимание зрителей. Многие похвалили прекрасный образ Сяо Чжаня, актерскую игру, костюмы и спецэффекты. Многим зрителям также понравился плавный сюжет и многоэкранные герои. Сериал сразу же набрал 27 тысяч баллов популярности по версии Tencent спустя всего лишь 5 часов после начала трансляции. Это потрясающий результат. Кроме того, он является либо лидером, либо находится в тройке лучших в различных рейтингах и списках в сети. Также известно, что драма транслируется на Netflix и будет показана в Японии, Южной Корее, Малайзии и других странах. Ранее создатели отмечали, что цель проекта донести до юного зрителя эстетику традиционной художественной концепции мифологии. Общую картину омрачил тот факт, что зрителям не понравился персонаж актрисы Жэнь Минь, а также ее внешность. В справедливости ради стоит отметить, что создатели старались следовать оригинальному роману, в котором Жюянь была бойкой, непосредственно непоседливой девушкой, что прекрасно передано в Дораме. А вы смотрите Дораму Паллады о нефритовой кости? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Пак Багом появится в новой Дораме под названием «Хороший мальчик». Хороший мальчик рассказывает историю олимпийских медалистов, которые становятся полицейскими. Вместо медали они носят полицейские значки, чтобы противостоять миру, полному коррупции и несправедливости. Спортсмены непопулярных видов спорта, которым урезали пенсии из-за дисквалификации, оборвавшие спортивную карьеру из-за неприятных инцидентов или беспокоящиеся за свой достаток, собираются в команду олимпийских мстителей, каждый по своим причинам. Пак Багом сыграет юношеский мальчик. Юн Донжу, бывшего боксера, а в настоящее время члена специальной полицейской группы. Продолжаются съемки Дорамы «Радость жизни 2». Второй сезон продолжит историю Фан Циана, который завоевывает доверие при дворе, чтобы спернуть императора Юля. Недавно были опубликованы первые официальные кадры с предстоящей Дорамы. Чо Йор Джон и Чон Сон Иль снимутся вместе в новом фильме. 14 июля продюсеры грядущего фильма «Интервью» официально объявили, что актеры утверждены на главной роли. Интервью – это триллер об отчаявшемся репортере, которая просит серийного маньяка, ответственного за 11 убийств, принять участие в специальном интервью. Чо Йор Джон сыграет Сон Джу, хладнокровного репортера-ветерана, отчаянно нуждающегося в сенсации. А Чон Сон Иль исполнит роль Йон Хуна, гениального убийцы, достаточно умного, чтобы скрыть свои многочисленные преступления. Съемки интервью начались 17 июля. Второй сезон предстоящей дорамы выходного дня СБС «Полицейский участок рядом с пожарной частью» дразнит зрителей новым постером. С Ким Рэ Воном, Сон Хо Джуном и Гон Циньон в главных ролях сериал «Полицейский участок рядом с пожарной частью» – это дорама о сотрудниках полиции, пожарной части и бригаде парамедиков, которые собираются вместе, чтобы любым возможным способом помочь своему городу. Второй сезон покажет нам еще лучшую совместную работу пожарной службы, которая тушит пожары, полиции, которая ловит преступников, и национальной службы судмедэкспертизы, которая собирает улики, когда все они сталкиваются с беспрецедентными событиями. Примеры второго сезона сериала «Полицейский участок рядом с пожарной частью» состоится 4 августа в 22.00 по корейскому времени, сразу после окончания «Демона». Дорама СБС «Национальное голосование за смертную казнь» с Пак Хэ Джином, Лим Джи Йон и Пак Су Нуном в главных ролях поделилась новым постером. Сериал «Национальное голосование за смертную казнь» основан на популярном бептуне и раскрывает концепт национального голосования за смертную казнь преступников, которым удалось избежать наказания за свои деяния. Новый постер демонстрирует верхнюю часть тела загадочного человека в костюме. Судя по всему, это «Гэталь» или «Собачья маска», который вершит смертную казнь в зависимости от голосов зрителей. Чистый белый цвет маски контрастирует с темным фоном. Надпись на постере гласит «Вы за смертную казнь». Пак Хэ Джин исполнит роль Ким Мучана, главы первой команды регионального следственного отдела. Он самый младший полицейский, которому удалось получить это звание, с энтузиазмом берется за новое дело. Лим Жи Ён сыграет Джу Хён, лейтенанта в бюро кибербезопасности столичного полицейского управления Сеула. Девушка заработала себе славу лейтенанта, который доставляет другим работникам полиции одни проблемы. Пак Сон Ун сыграет Куон Сок Джу, человека, который сдался полиции после того, как убил подозреваемого в изнасиловании его дочери. Раньше он был одним из лучших юристов Кореи, а в тюрьме к нему обращаются профессор. Главных героев связывают сложные отношения. Ким Мучан и Джу Хён объединяются, несмотря на разные подходы к работе, с целью поймать собачью маску. Главные герои не могут целиком доверять друг другу и одновременно не могут не работать вместе. Премьера драмы «Национальное голосование за смертную казнь» состоится 10 августа в 21.00 по корейскому времени. Фильм «Бетонная утопия» поделился новыми постерами. «Бетонная утопия» – это фильм-катастрофа, действие которого разворачивается в Сеуле после серьезного землетрясения, превратившего город в руины. Главные герои картины – выжившие в здании Imperial Palace Apartment. Новые постеры представляют зрителям шесть главных героев фильма. Временного лидера Йон Така, женатую пару Мин Сона и Мён Хва, Гым Э, Хе Вон и Догена. Надпись на постере гласит «Все, кроме нашего дома, разрушено». На втором постере выжившие стоят среди руин разрушенного здания. Расположение каждого персонажа намекает на роль, которую он играет в сюжете фильма. Надпись на постере гласит «Правила выживания – либо ты следуешь за нами, либо уходишь». Премьера фильма «Бетонная утопия» в кинотеатрах состоится 9 августа. Сон Хун и Чон Ю Мин вместе снимутся в новой дараме. Грядущая дарама MBN «Суть идеального брака» или «Я начну все заново во имя мести» объявила, что Сон Хун и Чон Ю Мин исполняют в предстоящей дараме главные роли. Основанный на популярном бептуне, сериал «Суть идеального брака» рассказывает историю Хан Ичжу, женщины, которая вступает в брак по контракту, с мужчиной по имени Содо Гук, чтобы отомстить своему первому мужу. Чон Ю Мин сыграет роль Хан Ичжу, приемной дочери председателя «Хан Бул Финансер Групп» Хан Джи Уна. После того, как Хан Ичжу каким-то образом возвращается в прошлое из-за несчастного случая, она решает взять судьбу в свои руки и заканчивает трагические отношения в своей прошлой жизни. Сон Хун примерит роль Содо Гука, внук основателя крупной корейской компании и генерального директора компании по дизайну интерьера. С его красивой внешностью и высоким ростом Содо Гук кажется идеальным мужчиной, который привлекает внимание куда бы ни пошел. Съемки «Суть идеального брака» уже начались, но конкретная дата выхода в эфир все еще обсуждается. «Личуно» с 2PM может сыграть в предстоящем сериале Netflix «Каширо». Основанный на одноименном Вептуне, этот сериал рассказывает историю рядовых супергероев, которые защищают повседневную жизнь обычных людей. «Личуно» предложили роль Канса Нуна, нового супергероя, известного как Каширо, чьи физические способности становятся тем сильнее, чем больше у него денег. Если все подтвердится, это будет следующий сериал «Личуно» после его нынешней дорамы JTBC «Король Земли». Сообщается, что ожидаемая черная комедия «Королева слез» с Ким Сухеном и Ким Дживон в главных ролях не выйдет в эфир до следующего года. Первоначально ожидалось, что сериал покажут на TVN как дарому выходного дня где-то в декабре этого года. Тем не менее, TVN изменили расписание трансляции, теперь «Чудесный слух 2» будет выходить в эфир по выходным, начиная с 29 июля, далее в сентябре будут «Хроники Асдали» вторые, следом «Дивы с необитаемого острова» в октябре и «Маэстро» в декабре. В результате вполне вероятно, что «Королеву слез» перенесут на январь-февраль следующего года, если дарама останется запланированной на вечернее время субботы или воскресенье канала TVN. Написанная Пак Джин из «Человека со звезды», срежиссированная Чан Юну из «Аварийной посадки любви» и Ким Хи Вон из «Маленьких женщин» дарама «Королева слез» рассказывает комичную, драматичную и, возможно, даже циничную историю с супружеской парой, адвоката и дочери Чиволя, которым приходится творить чудеса, чтобы защитить свою семью. У Дох Ван, Ли Ю Ми, О Чон Сэ и Ким Хэ Сук сыграют новой дараме «Мистер Планктон». Сценарист Чо Йон из «Дарамы псих, но все в порядке» и режиссер Хон Джон Чан, который руководил съемками сериалов «Суд по делам несовершеннолетних» и «Дорогие мои друзья», объединились в новом сериале Netflix «Мистер Планктон». Это романтическая комедия, повествующая о людях, которые не умеют вливаться в коллектив или находить с другими общий язык. Дарама расскажет о путешествии человека по имени Хэ Джо, который родился по ошибке и которого сопровождает Джинни, самая несчастная женщина в мире. У Дох Ван возьмет на себя роль Хэ Джо, человека, выбросшего кочевой образ жизни, потому что никто никогда не просил его остаться. Выросший, не зная, кто его отец, Хэ Джо чувствует, что ему нигде нет места. Однажды он узнает судьбоносную новость и решает отправиться в путешествие, чтобы узнать о своих корнях. Ли Юми исполнит роль Чо Джейми, невесты-неудачницы. Джейми, которая всегда хотела семью, собирается замуж за Охэна, единственного сына богачей в пятом поколении. Прямо перед свадьбой Джейми неожиданно знакомится с Хэ Джо и в итоге сопровождает его в его странном путешествии. О Чунце сыграет Охэна, единственного сына в семье с богатой историей. Чтобы преодолеть сопротивление старших в семье, Охэн даже использует добрачную беременность как рычаг для организации своей свадьбы. Однако в день свадьбы его невеста Джейми исчезает с Хэ Джо прямо у него на глазах и Охэн отправляется за ними в погоню. Наконец, Ким Хэ Сук сыграет Бом Хо Джу, мать Охэна и невестку главы семьи. Став невесткой в возрасте 17 лет и выдержав всевозможные издевательства, Бом Хо Джо становится хаизматичной главой ресторанного бизнеса семьи О. Представящая драма в движении поделилась новым постером. Основанная на одноименном бептуне Канг Фула в движении это новая драма о подростках со сверхспособностями и их родителях, которые скрывают болезненную тайну прошлого. В конце концов, они объединяются, чтобы сразиться с могущественными темными силами, которые угрожают множественным поколениям в разные эпохи. Чо Ин Сонс играет Ким Ду Шика, агента-ветерана, способного летать, а Хан Хё Джу досталась роль Ли Ми Хён, героиня со сверхчеловеческим восприятием. Рю Сен Рён исполняет роль Чан Джу Уона, обладающего регенерацией, которая позволяет ему быстро восстанавливаться после любых травм. На недавно выпущенном постере изображены Ким Ду Шик, Чан Джу Уон и Ли Ми Хён, стоящие на фоне здания национальной разведслужбы. Надпись на постере гласит «Нас называли монстрами», намекая на трудности, с которыми им пришлось столкнуться из-за особых способностей. Их серьезные лица, черная тень, которая, кажется, летит в небе за их спинами, лишь усиливают таинственность и вызывают предвкушение в ожидании премьеры. Первые семь серий дорамок движений выйдут одновременно 9 августа, после чего каждую неделю будут выходить две новые серии, всего в дораме будет 20 эпизодов. Чон Джон Со, Ким Му Йоль, Джи Чан Ук, Чон Ю Ми, Ли Сухёк и Пак Джихван примут участие в захватывающей гонке за трон в оригинальном сериале «Твин Королева У». Сериал под режиссерством Чон Сэ Гёй, написанный Либен Хаком, рассказывает о 24-часовой гонке за место нового императора после внезапной смерти монарха. Ожидается, что эта историческая драма будет наполнена экшеном и саспенсом. Действие Королевы У происходит в тщательно проработанном мире, вдохновленном историческими записями императрицы Ухи, которая смогла удержать власть с помощью ливератного брака, свадебного обычая «Когурёк», когда вдова повторно выходит замуж за младшего брата своего умершего мужа, чтобы сохранить семейное наследие. Сериал обещает очаровать зрителей уникальной идеей, лежащей в его основе. Королева У выйдет на «Твин» в следующем году. Дитя с Ким Сон Хо в главной роли получает хвалебные отзывы как от обычных зрителей, так и от критиков. Дитя добивается невозможного, получив максимальную оценку на Rotten Tomatoes как от международной аудитории, так и от кинокритиков. Это не только большая победа корейского кинематографа, но и приятная награда для звезды фильма Ким Сон Хо после серии скандалов, которые, казалось, могли поставить крест на его карьере. Фильм установил впечатляющий рекорд с показателями 100% по томатометру. Это показатель, который высчитывает процентное соотношение положительных отзывов после того, как фильм набирает достаточное для этого количество лицензий и 97% по оценке зрителей. Слава, это единственная дорама, получившая максимальный балл на Rotten Tomatoes до фильма «Дитя». Итак, Ньюсон написали, что фильм Пак Хун Джона, известного мастера криминальных фильмов, начинается медленно, но постепенно набирает обороты благодаря захватывающему развитию сюжета, множеству экшен-сцен и постоянному напряжению. Холстон Хроникл назвали этот фильм продуктом Квинтина Тарантино под влиянием Джона Ву, олдбоя, Пак Чануха и духа Альфреда Хичкока. Актерская игра Ким Сон Хо была высоко оценена актерским составом. Он мощно вернулся в индустрию развлечений с триллером в стиле нуар и сразу же попал на большой экран. Он играет аристократа, таинственного человека, который продолжает преследовать главного героя. Он оставляет свой невинный и очаровательный образ и предстает в более мрачном, с ноткой безумия обличья. Фильм вызвал положительную реакцию зрителей. Они согласны с критиками в отношении качества фильма, несмотря на его общую мягкость, по сравнению с другими более мрачными работами Пак Хун Джона. Согласно Кофе, это корейский совет по кинематографии, доходы фильма «Дитя» достигают почти 5 миллионов долларов. Корейские СМИ считают, что это является большим достижением в точке зрения кассовых сборов, и фильм может войти в топ-10, несмотря на его нишевый жанр и возрастные ограничения. Комик Ли Джису умерла, ей было 30 лет. В ITN сообщили, что Ли Джису внезапно погибла. СМИ не уточняли подробности смерти артистки. Они заявили, что коллеги и друзья Ли Джису были шокированы и глубоко опечалены неожиданными новостями. Пришло время посоветовать вам Дораму, и сегодня я хочу посоветовать то, от чего я не могла оторваться вот все это время. Полторы недели я вообще абсолютно никак не могла от нее оторваться. Я смотрела ее на работе, смотрела ее дома, смотрела ее абсолютно везде. Пентхаус. Огромное спасибо мне, что я честно не посмотрела ее, пока она выходила ангоингом. Я бы просто не выдержала ждать выхода новых серий, потому что реально давно не испытывала такого, что прям невозможно оторваться от Дорамы. Даже со Славой, которая смотрела перед ней, такого не было. В общем, все, кто не видел, очень советую посмотреть вам Пентхаус. Три сезона интриг. Дворец Геры – роскошный небоскреб в центре Канама. Его жители баснословно богаты, влиятельны и амбициозны. Они способны на все ради достижения своих целей и удовлетворения своих амбиций. Во время празднования первой годовщины с 47-го этажа здания падает девушка. Это история Дорама о мести женщин за своих детей, о жестокости и беспринципности жителей элитного дома. А также мы сможем узнать, кто и за что убил совсем еще юную девушку-сироту и понесут ли ответственность виновные в ее смерти. А тех, кто видел ее, прошу, напишите свои отзывы в комментариях, потому что я досмотрела последний эпизод только сегодня. И все еще не могу, честно говоря, от него отойти. Поэтому бегу смотреть другие проекты с актерами пентхауса. А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аньон! ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...